С каждым днём всё больше и больше людей отказывается от проводного подключения наушников и колонок для свободы использования смартфонов. К тому же всё меньше смартфонов комплектуются разъёмом для наушников. Будучи сторонником современных тенденций и сталкиваясь с новыми технологиями ежедневно, я вам расскажу, чем же хорош портативный Bluetooth ЦАП UP4 от компании Shanling. В корпусе шириной всего в 2 пальца и весом 37 грамм производитель смог вместить 2 ЦАПа, Bluetooth 5.0, встроенный микрофон, USB ЦАП и многое другое. Кто сталкивался с плеерами M0, M2X и другими, сразу заметит сходство в дизайне, которое кардинально не изменилось. Это 2.5D изогнутое стекло на передней и задней панели и металлический корпус. На нижней панели расположили разъём USB Type-C для зарядки и подключения компьютера в качестве внешнего ЦАП. На правом торце регулятор громкости и многофункциональный джойстик 2 в 1. На верхней панели 3.5 мм аудиоразъём и 2.5 балансный. Микрофон для возможности ответить на звонок, но всё же с качеством микрофона в смартфоне ещё не стоит сравнивать. И кнопка переключения режимов аудио. Но зато благодаря микрофону в скором времени можно будет использовать режим Car Mode, который сейчас в разработке и можно будет отвечать на звонки, не отвлекаясь на телефон прямо в машине. Из индикации на ЦАПе только единственный разноцветный светодиод, что есть не самым понятным решением при первых днях использования. Благо производитель выпустил приложение для смартфонов и с его помощью легче разобраться с функционалом. Запустив приложение и подключив ЦАП к телефону, вы увидите уровень заряда батареи, Bluetooth кодек, через который подключён ЦАП к телефону и версию прошивки. Ниже можно выключить индикатор на ЦАПе, если мигающая лампочка отвлекает вас. Ещё ниже переключатель баланса звука, принудительное переключение кодека в Bluetooth. И ещё ниже выбор режима ЦАПа. Вот как раз и подобрались к одной из функций, которую переключает кнопка Mode на верхней панели. Первый режим обычный с низкой мощностью, второй с высокой мощностью, но активацией одного ЦАПа, и третий с высокой мощностью и двумя ЦАПами. О разных режимах сигнализирует индикатор на самом устройстве при переключении кнопкой. Стоит заметить, что данный ЦАП работает только на приём сигнала, поэтому подключить его к компьютеру и раздавать по Bluetooth на колонки или наушники у вас не получится. Перейдя в следующую вкладку в приложение, попадаем на эквалайзер всего лишь с пятью дорожками и несколькими готовыми пресетами. Но советую стараться не использовать эквалайзер, так как любое вмешательство в запись может сделать её хуже. Плюс каждый трек был записан по-разному. Следующая вкладка открывает нам возможность переключения фильтров, и это второй функционал кнопки Mode на верхней панели устройств. Для отслушивания разницы нужны записи очень высокого качества, вплоть до DSD, и наушники хорошего уровня, чтобы услышать эту разницу. И последняя вкладка – это инструкция. На момент обзора на русском языке там пока пусто, но в скором времени дополнится полезная информация, так как SoundMag прямо содействует на улучшение приложения Shanling. Что касается регулятора громкости, то выполнен он в роли колёсика с явно выраженными шагами, что, как по мне, более удобно, нежели кнопки. Но колёсико сделали сильно утопленным в корпус, поэтому у кого крупные пальцы, могут не сразу на него попадать. Данным джойстиком вы регулируете громкость, переключаете треки, даже ролики на YouTube на паузу можно поставить. И отвечаете на звонок, также включаете-включаете сам ЦАП. Поскольку данный ЦАП является мобильным, то, конечно же, в нём есть аккумулятор. По заявлению производителя, время автономной работы составит до 15 часов при использовании обычного разъёма и до 10 часов на балансном, 2,5 мм. Если вы забыли выключить данное устройство после прослушивания музыки, оно не разрядится даже на следующий день, так как если не подавать на него сигнал, оно переходит в режим ожидания. Безусловно, это плюс. Начав прослушивание, мне стало интересно, какого уровня этот ЦАП и могут ли его переиграть недорогие USB ЦАПы, которые набирают стремительную популярность. И я был приятно удивлён, когда ЦАПы-свистки за 60-70 долларов не смогли переиграть данный ЦАП. Как оказалось, переплата за Shanling не только за аккумулятор и Bluetooth. На наушниках за 150-300 долларов хорошо была слышна разница между ЦАПами. UP4 играет довольно честно и не слышно какой-то явной синтетики при Bluetooth-подключении. Порадовало, что не выпячивается верх или середина, а также присутствовала глубина сцены, чем грешили аналогичные устройства от других производителей. Особенно подойдёт ЦАП для любителей роковых и современных записей, так как обладает лёгким уклоном в бархатистость и даже есть рельеф при такой цене. Любителям джаза и классики лучше сразу подключить к балансному выходу для лучшей прозрачности и детальности. А если у вас наушники тембрально ясные, наподобие BR-динамик 990 Pro, то этот ЦАП очень даже вкусно споётся с такими наушниками. В вокале есть эмоции и жизнь, а не звуки, которые сидят где-то в недрах. Также хорошо проработаны инструменты и в качественной записи слышно, что нет наслоения их на вокал. Один из сценариев использования ЮПИ-4 это подключение к домашней аудиосистеме. И при использовании с качественными записями и подключением по АПТ-Х можно добиться весьма хороших результатов. Таким образом вы добавите беспроводное аудио в вашей домашней системе. А когда всё же решите взять ЦАП с собой на улицу, то не забудьте комплектный чехол клипсу. С её помощью ЦАП крепится на пояс, карман или рукав, и качественный звук всегда с вами. А если вы на пробежке и используете смарт-часы, то можете оставить телефон дома и воспроизводить музыку с часов прямо на ЦАП. Наконец-то начали появляться компактные устройства, которые могут заменить собой плееры начального уровня. Скажем, тому же FIU M6 данный ЦАПчик может составить хорошую конкуренцию. Если вопрос компактности и привязка к мобильному телефону остаётся у вас на первом месте, советую ознакомиться с данным ЦАПом. В домашних условиях при подключении по USB данный ЦАП может раскрыть потенциал даже полноразмерных наушников. С теми же байерами 990 на 250 справляется на ура. И несмотря на встроенную ЦАПу внутри, Шанлингу удалось обвязать её таким образом, чтобы она зазвучала не привычным синтетическим и искусственным характером, а запела более мелодично и вкусно. Как и ожидалось, дизайн и качество сборки UP4 на хорошем уровне. UP4 это устройство первое на очереди на прослушку и покупку, если вы хотите добиться лучшего звука от вашего смартфона. Так как одним устройством закрывается сразу несколько задач, и вам не нужно хранить музыку на отдельном плеере и искать ещё больше места для отдельного девайса. А ознакомиться с ним вы можете, как всегда, в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, в Одессе и Днепре. В корпусе шириной всего в 2 пальца и весом в 37 грамм производитель смог поместить 2 ЦАПа, Bluetooth 5.0, USB ЦАП и много... Там был микрофон. Если вы забыли выключить... Субтитры сделал DimaTorzok